Я не думала свидетельствовать, но так как проповедь была о том, как слышать голос Божий, то я хотела бы поделиться и очень много раз в жизни своей слышала голос Божий. То я хочу немножко рассказать. Первое свидетельство, когда я в 97-м году, ну и раньше слышала, просто я расскажу эти три свидетельства. В 97-м году, ну, когда мы сдавали на гражданство, а я английского вообще не знаю, и тогда вообще не знала, и нужно было сдавать, ну, на гражданство, то я сильно молилась, и сильно просила, Господи, я не знаю языка, я не знаю, как я буду сдавать, и ничего не знаю, читать по-английски не могу. Алла и старшая говорила, ну, хоть раз мне прочти, чтобы я могла хотя бы слышать, как оно все произносится. И в ту ночь, когда мне завтра надо было идти сдавать этот экзамен, я просто уже все заснули, все спали, я легла, и просто лежа молилась, Господи, ну, помоги, я не знаю языка, я не знаю, что буду завтра делать. И когда я так просто лежу, и я слышу, как голос такой нежный, как вот пленка прокручивается, и такой голос мне говорит вопрос, какой она будет мне задавать, и ответ, и опять вопросы, и ответы, вопросы, и ответы. И так оно медленно, медленно, и я это слушаю, и потом, когда вопросы эти кончились, и потом, как голос мне это говорит, что потом ты должна сказать, ну, это все на английском, я буду молиться за тебя, я буду молиться за эту страну, я буду молиться за этот народ. Знаете, я так это послушала, и на завтра я пришла сдавать этот экзамен. И точно так же я зашла, была женщина, и она так задает мне медленно вопросы, и я так медленно отвечаю. Я не знаю, но я отвечаю, потому что я понимала, что это, а спой, как за меня отвечал, знаете. И так все. И когда она уже все вопросы мне задала, она начала писать, и дальше через меня как бы голос говорит, я буду за тебя молиться. Она, thank you, thank you. Потом я буду молиться за эту страну, но это через меня, как голос говорится, то, что я слышала, то, как оно было мне дано, знаете. И она потом, thank you, thank you, и все. И потом я так поднимаюсь и ухожу, и она мне ничего не сказала. Я вышла, просто поблагодарила Господа, что Господь за меня заступился, и за то, что Господь меня как бы научил, да. Второй случай я расскажу, как я побеседовала свою старшую внучку. И меня Алла принесла, ей было полтора месяца, и я ее смотрю, и через две недели мы со Светой попали в оксидент. И у меня так отремня, ну, ребра были как нарушены чуть-чуть, и я не могла дышать, я не могла, ну, как мне сильно было больно. Алла ее принесет, все идут на работу, все в школу, и я сама с ней. И я вот ее ношу, а мне так больно, дышать не могу. Она плачет, пустушку не берет, бутылку не берет, вот мне надо ее трясти, чтобы бутылку дать или соску. И я уже так из не могла, так из не могла. И так захожу так в спальню, и так положила ее просто на кровать, знаете, так, ну, как, не то, что небрежно, а так просто с обидой, с какой-то, с горем каким-то таким. Положила ее так на кровать, и так села рядом, и говорю, плачь сколько ты хочешь, я уже не могу. И сама так сижу, и я слышу с правой стороны голос, тихо и нежно говорит, вот придет время, когда перед тобой предстанет вся картина твоей жизни, и придет этот момент, и придет перед тобой эта картина, и что ты тогда скажешь? Знаете, на меня напал такой страх, я развернулась, я взяла этого ребенка, начала плакать, Господи, прости меня, прости. Я услышала такой голос, что перед нами, перед всеми предстанет однажды картина нашей жизни, и мы должны будем дать отчет за все, что мы делали. И третий маленький случай я расскажу. Когда я сильно болела, и я не могла ходить, я ходила с костылями, и однажды ночью, уже так мне было плохо, и я встала, чтобы мне в туалет сходить, костыли вот тут стоят рядом, вот 10 сантиметров от меня, а я их не могу достать. И у меня такая боль в спине, что мне казалось, я вот чуть-чуть только пошевелюсь, чуть-чуть, и мне позвоночник этот лопнет, и я сейчас просто упаду. И все, я начала так просто плакать, я закричала, Господи, я даже не могу идти. И когда я так заплакала и закричала, то вот так справа такой нежный, повелительный голос начал петь. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою, дорога одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. И я почувствовала, как на меня сошла сила, и я просто так шаг за шагом, и я пошла. И на утро потом, когда я встала, я села на диване, я взяла Библию. И вот, я не знаю, я не могу это объяснить. Я так читаю Слово Божие, и вот каждый стих, каждое слово, оно мне, ну, рассказывало мою жизнь прошедшую, настоящую и будущую. Просто вот каждое слово, каждый стих, это, друзья, я просто благодарю Господа, что я много раз, я много, мало бы рассказать, Слава Господу за то, что я просто, просто я проповедь так сказала, брат, то я хотела просто поделиться, как я слышала голос Божий. Слава Господу за все.